Друзья, всем привет! С вами Станислав Орехов. Усаживайтесь поудобнее. Сегодня мы будем говорить о самой важной части, одной из самых важных частей, которая влияет на личную эффективность. Я вижу, что эта тема очень важна, очень полезна и очень интересна. Сегодня мы поговорим про сущность помощника дизайнера интерьера. Но перед тем, как начну, я хочу поблагодарить вас за огромнейшую активность. Я написал пост о том, что собираюсь выпускать материалы. Сейчас собираю по всем необходимым темам, которые у нас есть. И работа с сотрудниками, привлечение клиентов, и систематизация бизнеса. И работа с клиентами, отношения с клиентами, как вести дизайн проекта, как вести комплектацию. Обо многом этом я сейчас готовлю исчерпывающие материалы и хочу управлять книгу. Спасибо, что ответили по форматам. Ваши комментарии были полезны. Мы разделились на две части. Кому-то была интересна история героя, а кому-то была интересна последовательность в виде структуры с историями. Но мы, как всегда, поступим достаточно умно и соединим и первое, и второе. По крайней мере, уже вырисовывается методика, по которой мы можем это сделать. И по которой мы можем это сделать достаточно. Я думаю, будет интересно. Ну, об этом чуть дальше. А сейчас давайте поговорим о том, чем же занимается менеджер задачи. Что такое делегирование, как его наладить. Потому что я неоднократно говорил, что делегирование – это, собственно, залог успеха. Это залог нашей эффективности. Но все об этом знают, но мало кто умеет делать. И давайте в этом видео поговорим о том, почему у многих не получается. И что делать для того, чтобы наконец-то получилось. Ну, во-первых, давайте разберемся с основными желаниями. Каждый дизайнер желает, каждый руководитель желает, чтобы был такой уникальный, идеальный помощник. Чтобы снимал абсолютно все задачи, а дизайнер такой сидел и только творил. Чтобы помощник решал вопросы с клиентами, административные какие-то вопросы, с поставщиками. Иргические какие-то моменты даже, может быть. В общем, был на подхвате. Такой вот человек-оркестр, который вроде как все умеет. И при этом, чтобы еще не очень много получал денег. Это вот в идеале. Что же хочет помощник? Помощник хочет прийти для чего? Для того, чтобы посмотреть, как работает в студии дизайна. Для того, чтобы перенять опыт. На практике что-то получить какие-то знания. И стать известным дизайнером. Тоже впоследствии сначала он будет в подмастерье. И через какое-то время, как будто он вырастет вместе с руководителем. И уж тогда-то пойдут проекты, пойдет самостоятельная практика и пойдет воплощение. То есть многим вбивает в голову, что нужно быть помощником. И тогда все будет хорошо. Здесь скроется очень большая проблема, о которой мало кто думает. Но на которую я хочу особое внимание заострить. Эта проблема заключается в том, что куда идет человек. Вот если ты помощник, если ты начинающий дизайнер, и ты хочешь пойти работать в компанию. Куда ты пойдешь? Ты пойдешь либо в первый вариант, в системную компанию. Где все разложено по полочкам. И тогда там в целом помощника нет. В этих компаниях все действия, которые осуществляются, они осуществляются только профессионалами. Только специалистами. Отдельно есть обмерщик, отдельно есть чертежник, визуализатор, дизайнер, комплектатор. То есть все действия заняты. И первое, что тебя спросят, а что ты, дорогой друг, умеешь делать? Какую должность ты можешь выполнять? И окажется, что помощник умеет вроде все. Он даже может быть отучился на курсах, либо в институте. Но классно, не умеет делать ничего. У него есть какие-то способности, но он работает, скорее всего, знает все обо всем. И вот с такими большими глазами бегает. Он не знает процесса, не умеет писать письма, не умеет общаться с клиентом. Он не может назначать правильно встречу, контролировать результат. Он не умеет делать толком визуализацию. Дизайн у него слабенький, его надо учить. Планировки он не может делать. То есть на него нельзя положиться. И вот чаще всего именно такой помощник пытается найти себе место в студии. Естественно, в системной студии его не берут. Он обижается, может быть, может быть, не обижается. Но его просто тупо туда не возьмут. А в ней системную студию берут. И тогда уже возникает вопрос руководителя. Почему берут такого помощника? Ну, потому что уже руководитель отчаялся искать. И вот хоть кого-то берет и думает, что вот что-то со мной не так. Я буду лучше развивать. Беру подающего надежды человека и буду развивать его. Дальше он вырастет и типа будет молодцом. На самом деле это стратегия помощника первая, которая устроится в системную студию, неправильная. И неправильная позиция руководителя, который нанимает себе помощника для того, чтобы его развивать. Это все не работает. Почему? В первом случае, потому что помощник просто не возьмут. А если возьмут, то на какую должность? Сейчас мы об этом поговорим. Есть должность помощника-руководителя, но она к дизайну не относится. Но туда можно устроиться в системную студию. И второе, если берет руководитель себе помощника и думает, что сейчас он у него скинет задачи, то тоже не получается, потому что у руководителя хаотичный процесс. У него не разложено все по системам. И он делает все обо всем и просто перекидывает задачи. Естественно, помощник не знает и не умеет делать, как оно должно быть. Естественно, у него нет жизненного опыта договариваться с людьми, работать с людьми. У него нет жизненного опыта для работы с поставщиками, подрядчиками, клиентами. У него нет практики для работы с планировками. В общем, он получается такой недоделанный. И в итоге что получается? Руководитель, который взял помощника, вместо того, чтобы делегировать задачи, он начинает исправлять ошибки. И вот тут возникает, ну вот все вокруг не умеют делать так, как надо, так, как я могу делать. Это системная проблема, это нормально, просто нужно осознать, что это хорошо, что вот это есть. И с этим ничего не поделаешь, вот просто именно этим способом. Но можно сделать по-другому, да, для этого и нужно, собственно, строить систему студии. Для этого нужно расписывать, что ты делаешь, да, какие задачи ты хочешь, в каком качестве ты хочешь получить эти задачи. И как это будет делать человек. Как было у меня? У меня было, я не хотел делать чертежи, соответственно, я нанял себе помощника, который делает чертежи. Но он был не помощник, он выполнял функцию чертежника. И я не хотел общаться с клиентом по почте, пересылать задание, собирать информацию и пересылать эту информацию для моих помощников по созданию 3D-модели. Для этого я взял менеджера, показал ему, как что работает, мы вот с ним вместе сидели за одним столом, я за неделю его обучил, сказал, вот ты будешь делать первый, второй, третий, вот четвертый не делай, это я сам делаю, это значит визуализация. И он начал отсылать материалы, начал отсылать задания и принимать вот по тому алгоритму, который я ему прописал. Поэтому первое для руководителя обязательно нужно прописать алгоритм. И это, собственно, и есть первый толчок к делегированию. Вы выбираете то, что вам не нравится, максимально то, что у вас забирает энергию и то, что у вас является текучкой, и отдаете все это дело помощнику через систему, через систему контроля. Но об этом чуть позже. Это видео я хотел больше сосредоточить на именно помощнике для дизайнера. Если ты хочешь устроиться, кем можно быть? Если ты хочешь устроиться в системную студию, да, тем более. В чем плюс работы в системной студии? В том, что ты можешь, по сути, в ней развиться неограниченно. Как только ты понимаешь, как все работает, как только ты понимаешь, что ты можешь расти от помощника по задаче и дорасти до руководителя направления и даже до партнера, то это, собственно, путь очень хороший, потому что системные студии, как правило, растет, они системные, утопают в хаосе, утопают в постоянных проблемах. Итак, какие три есть категории по менеджеру? Есть три категории, мы их выделили, и я их преподаю, я о них рассказываю. Это три категории роста помощника в системной студии. Категория номер один – это менеджер задачи. Это те навыки, которые должны быть практически у каждого, и руководителя, и у помощника. Что это такое? Это простые вообще вещи, которые нужно соблюдать, но которые, к сожалению, я не могу добиться практически ни от кого. Это очень-очень сложно для восприятия. Что нужно делать? Нужно всего лишь помогать ведущему дизайнеру работать с несистемными компаниями. То есть, если у тебя системная студия, если ты знаешь, как делать, что делать, в какой последовательности, если у тебя все прописано это в документах, то даже если внутри компании ты все наладил, то есть клиент, который несистемный, есть поставщики, которые несистемные, подрядчики, которые что-то делают. И вот, к сожалению, весь мир, он хаотичный. И, по сути, помощник, что он должен делать? Его главная функция и главная задача просто ввести по алгоритму, который написан в договоре, и который написан, ну, вы согласовали который с руководителем на летучке. К примеру, нужно, чтобы была доставка. Все, договорились, на комплектации осуществляется доставка. Что нужно сделать? Нужно позвонить поставщику, заказать пропуск. Если там какие-то накладки, косяки, нужно узнать, что произошло, почему эти накладки, когда они будут решены, и дать отчет руководителю на следующей летучке. А еще лучше попробовать исправить эту ситуацию. Тогда ты уже можешь рассчитывать на следующий уровень. Это вот базовые вещи. Итогом этой работы должно быть просто выписывание задач. То есть мы выписываем задачи от 1 до 5 задач на день. И эти задачи просто мониторим. Нам даже делать ничего не нужно, нам даже понимать не нужно, что там в этих задачах. То есть задача номер один. Сделано, не сделано. Если сделано, то отлично. Спрашиваешь у руководителя, есть ли у тебя следующая задача. Если не сделано, то узнаешь у подрядчика, почему, когда будет сделано, и докладываешь об этом руководителю. И руководитель принимает решение, что делать. Либо ты решаешь эту все-таки задачу, поставщика, подрядчика. Либо мы меняем подрядчика, либо что-то еще делаем, снимаем задачу, если она не актуальна. Дальше переходим к задаче номер 2. Задача номер 2. Мы узнаем, сделано, не сделано. Допустим, сделано. Спрашиваешь руководителя, нужно что-то в связи с этим новое поставить. Руководитель говорит, да, двигаемся дальше. И говорит тебе план работы. То есть по сути тебе как помощнику даже не нужно знать план работы. Но вот этой деятельностью, просто фиксированием задач в каком-нибудь ежедневнике, либо в системе ведения проектов и проверка, прозвоны, уточнение, сделано, не сделано, когда будет сделано, почему, это снимает 50% головной боли с ведущего дизайнера, который должен заниматься общением с клиентом и который должен заниматься разработкой проектов и созданием именно проекта, чтобы он был качественный и красивый. Если он занимается вот этой вот бюрократией, если он занимается тем, что налаживает связи с несистемными подрядчиками, а их миллион в каждом деле, как только ты начинаешь общаться с людьми, у тебя возникают проблемы постоянно, везде. Все работают как привыкли, но ты не можешь это объединить. И если ты будешь работать по их правилам, то у тебя будет опять же хаос, не зависящий от тебя, а у тебя будет хаос на объекте. И ты должен обязательно это преодолеть. И здесь очень сильно поможет вот такой менеджер, вот такой менеджер задачи, помощник задачи. Кстати, я как еще раз сказал, что очень мало людей, которые просто это умеют. Я немножко уже отчаялся на самом деле искать, потому что к нам в студию приходят такие вот с горящими глазами новички, такие полудизайнеры, которые, а можно к вам на практику, а можно к вам на стажировку. И говорю, отлично, первое, что ты будешь делать, это менеджмент задач. Если ты не можешь справиться с такой простой, понятной вещью, выписать в список задач, 10 задач, и узнать у поставщиков и у дизайнера, сделано, не сделано, провести вот этот алгоритм, то дальше, в принципе, развиваться в этой профессии, да и в целом дальше занимать какую-то руководящую должность, смысла никакого нет. И дизайнером, скорее всего, ты будешь тоже не очень хорошим, даже если ты будешь очень талантливый. Поэтому вот первое, надо начать с этого. И, кстати, если вы чувствуете, что вы именно такой человек, мы ищем именно такого человека в помощнике руководителя, который не занимается дизайном, а который просто помогает по задачам. С этого можно начать. Но что происходит дальше? Здесь вы должны точно понимать, что навык именно работы менеджера – это не навык дизайнера. От вас не требуется исполнение задач, от вас требуется только контроль на первой стадии. Кстати, если вы ищете помощников, очень рекомендую такого помощника себе взять. Второе – это уже ведение проекта. Все то же самое, что мы делали ранее, но уже на проекте. Сейчас уже менеджер допускается к работе с клиентом, он уже должен уметь писать письма, он уже должен понимать суть задачи, он уже должен искать людей и договариваться с ними о правилах взаимодействия, доносить им философию и правила студии. Он должен принимать задачи от ведущего дизайнера, упаковывать их и передавать. То есть у него должна уже появиться осмысленность. Это следующая стадия развития менеджера проекта, либо следующая стадия развития менеджера задачи. Вторая. Как правило, на этой стадии человек уже может вести несколько проектов, он уже заточен не под просто помощь руководителю по всем делам, он работает на конкретном проекте, у него есть результаты, он считает эти результаты в цифрах, в суммах, и он может получить за эти результаты понятное вознаграждение. Почему? Потому что уже бюджет этого проекта платит клиент. А предыдущая на менеджер задачи, вы понимаете, что бюджет платил кто? Платила студия. То есть менеджер задачи находится в категории расходов студии. Почему? Потому что она снимает определенные части задач с ведущего дизайнера, освобождает его время. Это, по сути, частично компенсируется зарплатой менеджера с задачи. Но понятно, что такая зарплата маленькая, потому что это такая достаточно простая работа. Не знаю, почему с ней не могут справиться, до сих пор не могу понять, почему люди с такой простой задачей не могут справиться. Может быть, это дизайнеры мне такие попадаются. Еще раз говорю, если вы такой специалист, приходите, сможем поработать, если вам будет тема такая интересная. Работа удаленная, не обязательно полный день, то есть главное, чтобы все решалось. Вторая часть – это менеджер проекта, на котором менеджер уже работает в паре с ведущим дизайнером и полноценно ему помогает, и уже бюджет платит не студия, а платит клиент. Соответственно, бюджеты могут быть такие, сколько заработаем, столько и получили. Заработаем с комплектации, получили в том числе с комплектации. Менеджер проекта куда может вырасти? Он может работать быстрее, брать несколько задач на себя. Если он оптимизирует все процессы внутренние для себя, он может вести не один, два, а три или даже четыре, может быть, даже пять проектов. Это возможно. Менеджер проекта может брать себе менеджер задач в помощники. Менеджер проекта сможет быть в том числе и комплектатором. В этом сложного ничего нет, он просто берет договор другой, не на дизайн проекта, а на комплектацию, и по сути становится комплектацией. То есть это уже следующие навыки для того, чтобы двигаться дальше. И третье, это самое интересное, самое прикольное, куда может вырастить по карьерной лестнице менеджер задач и менеджер проекта, это руководитель направления. Чем руководитель направления отличается? Это, по сути, бизнес-схема внутри, это открытие нового направления. Если, допустим, мы студия дизайна и хотим заняться производством мебели, либо хотим привозить мебель из-за рубежа, или из Китая, или самим что-то делать на месте, то у нас появляется какой-то специалист, который берет на себя все это направление и берет бюджет у руководителя студии, как инвестор, да, получается, он выступает руководителем студии. И дальше уже руководитель направления сам нанимает себя помощников, подрядчиков, отсчитывается за этот бюджет в течение месяца, сделано, не сделано, какие проблемы, какие ситуации, и уже с ним работают по цифрам и по показателям. Если удалось увеличить прибыль, то отлично, значит, молодец, твоя доля растет, и твое участие тоже получается. Если не удалось, то, соответственно, не получается через какое-то время, когда лимит денег будет исчерпан, результата не будет, соответственно, это будет ошибка руководителя доверить работу, но он за это поплатится своими деньгами, а руководитель направления будет уволен. Руководитель направления – это очень такая важная и прикольная должность, она для тех людей, которые могут не то что работать по системе уже готовой, а которые сами могут создавать систему. Вот это вот отличительная особенность руководителя направления, которые могут, по сути, построить внутри компании еще одну бизнес-отрасоль или бизнес-теправление. Кстати, я тоже очень люблю таких ребят. Если вы хотите работать системно, если вы хотите строить свои бизнесы внутри нашего, работать в партнерстве, то тоже приглашаю вас на общение, напишите немножечко о себе, если вы руководитель направления, то вы знаете, что делать, и вы знаете, как правильно себя презентовать. Все начинается с письма нам, либо с сообщения о том, как мы можем быть полезны друг другу. От меня, соответственно, есть всегда поддержка, всегда помощь. Мы работаем лично, у меня есть большой опыт во всем. Не хватает именно рук, кто сможет это сделать. А руки, соответственно, получают оплату, зарплату, и плюс получают процент уже от этого направления, от прибыли. С нас пиар-поддержка развития человека, с человека развитие направления и получение дивидендов. В общем, все получается логично. Надеюсь, эта информация была для вас полезна. Эта информация была у нас о делегировании. Алло? Станислав? Да, здравствуйте. Я звоню вам в компанию, предложить сотрудничество на условиях агентского договора. Дизайнер модерн 20%. Я отправляла вам письмо на почту. Да. Ну, смотрите, я не занимаюсь, собственно, работой с поставщиками. Я могу просто вас научить делать это и поставить правильную систему продаж. Я как раз налаживаю систему продаж для поставщиков. Если интересно, могу вот по этому поводу выслать вам информацию. Интересно ли бы вам было поучаствовать в нашем мастер-классе или в курсе? Что это такое? Какого-то формата? Ну, вот смотрите, да, когда вы звоните просто, ну, или поставщикам, или, наверное, как поставщики звоните дизайнерам, да, не все заинтересованы в услугах, либо там все заняты своими делами. Мы учим, как делать это правильно, чтобы дизайнеры заинтересовались, создавать описание компании, карточку продуктов, которые могут заинтересовать, и отсылать дизайнерам по сегментам. Соответственно, у нас есть база дизайнеров по сегментам, и мы можем видео записать, можем текст составить вместе с вами. Так, чтобы это вот не холодный такой или не полухолодный был звонок, а уже чтобы дизайнеры сами приходили и знали, что вы делаете, и сами просили работать с вами. Этого наиболее эффективно получается. Ну, я думаю, что это нужно в первую очередь руководству. Ну, да. Может быть, передадите? Да, если я могу. Ну, вы можете с этим предложением прийти, смотрите, если вы просто звоните и предлагаете. Хотели бы вы, допустим, предложить руководству возглавить направление работы с дизайнерами? Мы вас можем научить это сделать. То есть мы вам даем, да, что нужно рассказать. Вы читаете материалы, приходите к руководству и говорите, я буду руководителем направления вот этого. И что нужно сделать? Там нужно изучить материалы, и нужно... Вы сможете это сделать с нашей помощью, соответственно, руководство повысится продажа. Так как у вас региональная сеть, вы можете во всех городах вообще быть руководителем направления. То есть это, по сути, такой внутренний рост у вас может быть очень высокий. Хотели бы такое? Спасибо большое, я подумаю. Так давайте скорее сейчас. А что вас останавливает? Я не готова вкладываться. А вкладываться не нужно, в руководство вложится у вас. То есть вам просто с идеей надо прийти и сказать, что вот предлагают вот это, я вам пришлю материалы, вы скажете, я вот чувствую все силы это сделать. Там надо начать всего с 15 тысяч рублей. Вам точно это дадут, я вам скажу, что говорить, чтобы начать. Хорошо, присылайте мне. А куда, как? Можете ответом. Ну хорошо, договорились. Все, спасибо, до связи. До свидания. Позвонили поставщики, собственно. Я вот сейчас рассказал о том, что звонит поставщик и говорит, я вот буду, хочу работать с вами, да, давайте мы будем, вы будете продавать мою плитку. Ну конечно, да, давайте вы будете продавать наши услуги по внедрению. И вот сейчас как раз я и говорю, давайте будете руководителем направления. Возьмите нашу методичку, возьмите наш план работы, пойдите к руководителю и отдайте ему эту информацию, презентуйте ее нормально, да, мы вас научим. И тогда у вас все получится. Вы будете не просто звонить по телефону и впаривать дизайнерам свою плитку, а будете рассказывать о том, что и как сделать для руководителя, чтобы повысить продажи. Это же гораздо круто, да, но вот человек отмораживается, говорит, вот я не знаю, я не готов вкладываться, мне непонятно. Ну вот начинается вот это. То есть по сути что происходит? Если вы чувствуете себя в силе, если вы чувствуете себя развитие и готовы к нему уйти, это все зависит не от внешних факторов, это все зависит от человека. Человек либо готов, либо не готов. Либо он может, либо он не может. Либо он чувствует страх, либо он чувствует к себе уважение, уважение к своей работе и желание двигаться. Никто кроме нас это не сделает. Поэтому я рекомендую, если вы дизайнер, то ищите себе помощников, которые системно смогут вам помочь, как я сейчас описал. Не думайте, что кто-то заменит вас и кто-то будет с вами работать. Скорее всего, если у вас хаос, то у вас и помощников не может быть, потому что все помощники будут плохие по умолчанию. Непонятно, потому что что делать и непонятно, какая система. Если с каждым клиентом вы работаете по-разному, то ничего не получится. И если вы хотите себе руководитель направления, как и я хочу руководитель направления, то не будьте такими робками, как человек, который мне сейчас звонил. Давайте делать так, чтобы вы были полезны. Если вы будете полезны руководителю направления, то он будет в вас инвестировать. Деньги, время и возможности. Почему? Потому что все равно мы работаем с командой. И команда – это то, что двигает нас вперед и что помогает, собственно, расти компаниям. Только хорошие люди, развитые, которые двигают нас к результату. Будьте такими людьми. И еще раз, если эта тема вам интересна, пишите нам сообщения, пишите нам резюме. Если вы чувствуете, что вы хотите с нами поработать, чтобы я вас лично потренировал, то есть мой вклад будет в вас. Я всегда вкладываюсь в людей с теми, с кем мы работаем и людей, которых я вижу развитие. Самое плохое – это то, что можно опустить глаза, поникнуть, у меня не получается, поставить на себе крест. Все, я буду звонить, заниматься бестолковой работой. Я надеюсь, это не вы. Я надеюсь, вы хотите двигаться вперед и поставили для себя цель. И это ваш шанс добиться успеха и добиться результата. А я вам в этом помогу. До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok